Мракобесия, к сожалению, захлёстывает социальные сети. Никто не будет им вставлять палки в колёса. Вопрос философский. Если сравнивать яблоки с яблоками, как вы относитесь к инициативе Леонардо Ди Каприо по сохранению популяции снежного барса? Я бы не хотел это комментировать. Нурлан Кашагович, большое вам спасибо, что нашли время и согласились ответить на наши вопросы. Давайте начнём с событий двухлетней давности, когда глава государства озвучила критику в адрес фонда о том, что фонду необходимо меняться, что это громоздкая структура. Тогда не вы были у руля фонда, не вы возглавляли его Алмас Адам Садкалеев. Что за это время изменилось? Как фонд, возможно, переформатировался? Как, возможно, он учёл эту критику главы государства? И что ещё предстоит изменить? Спасибо большое за приглашение на ваш канал, на ваш подкаст, во-первых. Во-вторых, отвечая на ваш вопрос, многое было сделано моим предшественникам. Во-первых, более чем в два раза сократили количество сотрудников в фонде. Сейчас 123 человека работают. Работало более 260, если я не ошибаюсь. Оптимизировали правила закупок, ввели общественный совет. То есть мы регулярно встречаемся с представителями, заинтересованными представителями общественности и рассказываем каждый раз новая тематика о тех или иных аспектах деятельности фонда. Усилили службу compliance. То есть я могу сказать, что я принял фонд в достаточно неплохом состоянии. Мой предшественник провёл хорошую работу. Но мы не почуем на лаврах. И для того, чтобы действительно реформироваться, действительно сделать новый квантовый скачок, я считаю, что нам необходимо решить несколько системных вопросов. Самый первый вопрос – это, конечно же, кроссубсидирование и тариф. На сегодняшний день фонд субсидирует экономику на порядка 1,2 трлн тенге. То есть за прошлый год, за 2023 год, тарифы на товары, работы и услуги компании фонда были ниже себестоимости на 1,2 трлн тенге. Таким образом мы осуществляем костное субсидирование. Мы как фонд, задача основная фонда – это увеличение стоимости активов под управлениями. Если бы это было решение фонда или группы компаний фонда, мы бы, конечно, по-другому бы отнеслись к нашей тарифной политике. Это больше такое политическое решение. Да, это вопрос к регулятору, это вопрос к антимонопольным органам, это вопрос к КРАМ и комитет по регулированию естественной монополии, и в некоторых случаях вопрос к КЗРК. У нас вот вторая системная проблема, которая вытекает из первой. Мы субсидируем экономику. Например, железная дорога, у нас износ железной дороги 57%. Нам, по идее, нужно его сокращать. Тариф. Да, тариф. У нас есть план, как увеличить наши тарифы. Мы не хотим это делать в один день. Мы не хотим это делать в шоковую терапию, потому что это повлечет за собой увеличение цен по смежным отраслям, по смежным товарам. Мы обратились в КРАМ с трехлетним планом по повышению наших тарифов. Мы хотим это сделать сбалансировано, в рамках таргетируемого инфляционного коридора, с учетом социальной нагрузки и социального аспекта. То есть мы понимаем, что в одной части мы не можем поднять тарифы, например, дожелаемого уровня на ГСМ или на железнодорожные перевозки, или на газ. Это вызовет определенные сложности у социальных уязвимых условий населения. И приведет к росту инфляции на все. Да, и это будет скачок. Мы не хотели бы спираль инфляции запускать. Но то, что тарифы необходимо повышать, я считаю, что это аксиома. Если мы хотим, чтобы у нас в квартирах был свет, в квартирах было тепло, в квартирах был газ, чтобы мы могли беспрепятственно пользоваться интернетом и иными благами цивилизации, нам необходимо обновить основные средства. Вы сказали о том, что вы приняли фонд в целом в неплохом состоянии. И вот вы продолжаете эту работу. Интересно, была новость о том, что был упразднен совет по управлению фондом, который возглавлял первый президент Нурсултан Назарбаев. Какие функции он выполнял и почему его упразднили? И, к сожалению или к счастью, я вот даже не знаю, потому что в момент, когда я пришел, данный совет де-факто уже не работал. И упразднение совета – это просто формальность. Была процедура внесения изменений во все необходимые НПА, и вот она заняла какое-то время, прошел какой-то временной лаг, новость просто вышла буквально недавно. А де-факто я думаю, что это практика, что этот совет уже долгое время не работал. Поэтому здесь затрудняюсь сказать. Я понял, что в принципе работе фонда это никак не отразилось. Абсолютно верно. На нашей работе это никак не отразилось. Вот вы пришли в фонд. Для многих это стало неожиданностью, потому что было принято, все думали, что в самруб казна приходят обычно политические тяжеловесы. Одно имя громче другого. Ну так было принято, все к этому привыкли. И сейчас, по сути, такая так называемая новая формация. Как вы отнеслись, когда узнали о том, что вы стали главой такого большого фонда, доход которого вы планируете повысить до 100 миллиардов долларов в ближайшие годы? Активов. Активов, да. Не доходов, а активов, стоимости. Дай бог и доходов до 100 миллиардов долларов. Я не знаю, я когда узнал, я почувствовал, что огромная ответственность на моих плечах лежит. Сразу мне стало интересно, я открыл годовой отчет фонда и начал смотреть и читать финансовую отчетность фонда, финансовую отчетность основных портфельных компаний, которые консолидируются для того, чтобы понять, в каком состоянии сейчас находится, для того, чтобы правильно оценить и, как говорится, в голове выстроить правильный алгоритм действия по шагам по увеличению стоимости данных компаний. В начале разговора вы сказали о том, что утверждена структура фонда новая и была оптимизация, 123 человека, если не ошибаюсь, осталось внутри фонда. С точки зрения оценки эффективности сотрудников штата, какие критерии есть конкретные оценки у сотрудников? Я понимаю, что это более разговор для HR, но тем не менее, какие-то конкретные критерии, например, какие вообще критерии у фонда? Повышение прибыли до такой-то суммы в таком-то году, какие критерии оценки, например, у вас, как у руководителя фонда? Каких целей конкретно, именно осязаемых цифр, каких вы должны достичь за тот или иной период? Мы и КПД, у нас есть порядка 42 инвестиционных конкретных проектов по всем компаниям, по всем отраслям. Как я говорил ранее, у нас системный вопрос это а. тарифы, б. сокращение темпов износа и вообще сокращение износа, и ц. Наша экономика растет, и нам неизбежно нужны новые мощности по генерации электроэнергии, нам нужны новые переделы в нефтехимии, нам нужны новые переделы в газовом секторе, в транспорте электроэнергии и т.д. И вот эти 50% моих КПД и КПД правления – это своевременное исполнение планов работ по вот этим 40 проектам. Это вот первое. Также у нас есть конкретные показатели по чистой прибыли, по EBITDA, по маржинальности, по economic value added, по приросту экономической стоимости. Есть ли данные по тому, какой средний бонус у сотрудников фонда на текущий момент, годовой бонус, и в целом какая средняя заработная плата у этих 123 сотрудников, которые числятся в штате? По бонусу я бы тоже не хотел, потому что это такая чувствительная личная информация. Я, кстати, вот не знаю, сколько средний бонус люди получили. У них среднее исполнение высокое было, 70-75% за прошлый год. Ну вот затрудняюсь ответить. Как бы людям интересно? Нет, да, это, конечно, потому что фонд всегда говорит, что мы там столько-то процентов ВВП страны. А я из-за чувства врожденной интеллигентности не задаю себе вопрос. Да. У руководителя фонда какая заработная плата? Это хороший вопрос. Потому что все акимы, как бы, говорят, озвучивают и так далее. Да, это хороший вопрос. К сожалению, условия моего трудового договора накладывают определенные ограничения по разглашению своей заработной платы. Поэтому я не могу поделиться этим показателем. Правильно ли это или нет? Не знаю. Думаю, что, может быть, не совсем правильно. Как бы часть договора, поэтому я в рамках действующего регламента и процедур, к сожалению, не имею права раскрывать данную информацию. А я бы хотел задать вам вопрос. Можно? Да, конечно. Фонд Самрук Казана управляет активами на сумму порядка 80 миллиардов долларов США. Я вот в прошлом году по приходу на эту должность озвучил амбициозную задачу, которую я поставил для себя и для нашего коллектива, чтобы мы достигли, повысили стоимость активов под управлением к 26-му концу 26-го года до 100 миллиардов долларов США. Как нацфонд, да? Я думаю, что это цель достижимая. Теперь вопрос. Какая должна быть зарплата у человека, который управляет портфелем активов в размере 80 миллиардов долларов США в моменте, у которого есть задача прирастить данную цифру на горизонте ближайших двух лет? На... Но у меня ответ такой, что она должна быть максимально высокой, насколько позволяет этот рынок, потому что это амбициозная задача и огромные суммы, и тут нужны люди, которые могут управлять. Давайте сразу перейдем к свежей новости, к продаже Altel Tele2. Об этом было заявлено ранее, и вышла новость, ваш фонд сам опубликовал эту новость о том, что, возможно, его приобретет катарский холдинг. Можете поделиться некоторыми деталями этой сделки, так ли это, либо есть другие покупатели, и как вы их ищете, ищете ли вообще в целом, ну или это какая-то рыночная процедура какая-то будет? ПИХ, Power Investment Holding, подписали соответствующее соглашение о том, что будет отчуждение в их пользу оператора Tele2 Altel. До этого велась очень кропотливая, напряженная работа в течение последних 8-9 месяцев, и вот мы пришли к соглашению. Мы планируем закрыть и оформить сделку до конца апреля этого года, и к нам на рынок придет новый игрок, тем самым повысится конкуренция между всеми, тем самым в конкуренции мы уверены, что улучшится качество связи, качество и доступность интернета, и это всем пойдет на пользу. По структуре и цене сделки я сейчас не могу комментировать, в связи с юридического плана ограничениями, мы обязательно доведем до вас эту информацию, как только это будет возможным с юридической точки зрения. Я думаю, в ближайшее время мы все всем объявим. Сделка проходит абсолютно на рыночных условиях, и я думаю, это положительно отразится для телеком рынка в целом. Что еще я хочу отметить? То есть Казахтелеком, он заработает на этом, не уйдет в месяц. Конечно, конечно. Более того, сам факт прихода катарского частного холдинга на рынок Казахстана говорит о том, что у нас хороший инвестиционный климат. Ну, представляете, катарский холдинг, он может инвестировать куда угодно. Он может купить премиальную недвижимость на Риджин-стрит в Лондоне. Он может купить любое здание на Пятой авене в Нью-Йорке, на Синтозе в Сингапуре. Он может там куда угодно инвестировать, любые компании. Он приходит в Казахстан. Почему? Им продали это как проект или вы представляли его? Ну, здесь, опять же, ряд факторов. Катарцы видят, что мы как страна развиваемся, видят, что есть огромный потенциал, что есть хороший потенциал прироста стоимости данной компании. Они верят в наши законы, они верят в то, что в случае, если они зайдут на рынок, у них завтра никто не отберет, никто не будет им вставлять палки в колеса, никто не будет их ставить в какие-то неравные дискриминационные условия. То есть это показатель доверия. То есть люди могут потратить деньги где угодно, купить что угодно, они приходят к нам. Это говорит о том, что у нас очень качественный инвестиционный климат. Как вы относитесь к инициативе Freedom о создании 5G-оператора? У них вот такая вот инициатива была, но, кажется, до конкретных мер еще не дошло. Можно я вопросом на вопрос отвечу? Как вы относитесь к инициативе Леонардо Ди Каприо по сохранению популяции снежного барса? Положительно, да? То есть вы тоже оцениваете в целом положительно? Я, в принципе, только за конкуренцию и комментировать действия других потенциальных игроков на телеком рынке считаю, что не совсем верно будет с моей стороны. Хотелось бы теперь поговорить о приватизации. Приватизация в целом для саморук казна, она не новая. Она была еще там в 2012-2014 годах, когда ставили план приватизировать столько-то компаний, если не ошибаюсь, это 4. Если что, поправьте меня. То тогда не все компании удалось продать с первого раза и вывести их столь успешно. Какие уроки извлек из первой волны приватизации фонд, когда он начал новую волну приватизации, в том числе Air Astana, SPO, Keguok и другие компании, которые сейчас идут по плану? Какие уроки извлекли? Например, думаю, что был ряд процедуральных изменений, был ряд изменений в правилах приватизации. До последнего момента, вот казахер, мы продаем, есть оценка, мы продаем по оценке, есть долг у этой компании, мы все это публикуем, это публично. Первый раз никто не пришел, второй раз никто не пришел. Нам нужно либо в предыдущей редакции правил, если бы мы работали в парадигме, которая продиктована предыдущей редакцией правил, мы бы бесконечно вот так вот. О той же цене, да? Да, у нас бы была циклическая отсылка, и мы бы бесконечно должны были. Но мы извлекли уроки, все течет, все меняется, и мы извлекли уроки, внесли соответствующие изменения. Теперь вот два раза не стоялось, никто не пришел, мы будем проводить данное мероприятие через прямую адресную продажу. Я думаю, мы продадим казахер, у нас будет прямая адресная продажа. К сожалению, не могу раскрыть сейчас всех деталей. То есть кому-то из действующих участников рынка, да? Идет диалог, это будет, да, стратегический партнер, то есть это будет игрок из индустрии. И вот, думаю, в ближайшие несколько месяцев мы вас порадуем хорошими новостями. К сожалению, я не могу раскрыть подробности. Я бы хотел, если позволите, остановиться на IPO Air Astana. Я считаю, что это очень хороший систематийный кейс. И вот в таком ключе фонд должен продолжать соответствующую работу. Air Astana – это компания, которая была основана в 2001 году. И мы, как государство, вложили в уставной капитал 8,5 миллионов долларов США. За последующие 23 года мы не вложили ни тенина, ни цента, ни тенге больше в эту компанию. Компания развивалась самостоятельно? Конечно. За это время компания оплатила на долю самрухозны дивидендов в размере порядка 80 миллионов долларов США. За это время компания оплатила в республиканский бюджет порядка 711 миллионов долларов США налогами. Компания создала 6 тысяч рабочих мест. В компании оперируют 50 бортов. Средний возраст воздушного суда… А у них в лизинги или в частные? Или у них 50 бортов? Я считаю, что этот вопрос абсолютно нерелевантный для успешности бизнеса. Средний возраст воздушного судна в Аэростане составляет 5,5 лет. Это один из самых молодых воздушных флотов среди компаний-конкурентов. И не было ни одного инцидента за эти годы? Тьфу-тьфу-тьфу, пока не было ни одного инцидента. Но отвечаю на ваш вопрос. 42 борта находятся в операционном лизинке, 8 бортов находятся в финансовом лизинке. Мне, как пассажиру, я не знаю, как вам… Без разницы. Все равно, да. Мне главное, чтобы борт был чистый, комфортный, чтобы самое главное было безопасно, чтобы было… Тарифы не сильно дорогими. Питание. А вот здесь тарифы не сильно дорогие, здесь я прошу прощения, здесь вопрос философский. Самолетами летают… Люди среднего достатка и лучше. Абсолютно верно, да. Если я не могу себе позволить лететь на самолете, я вынужден поехать на поезде или на автобусе. Теперь, если я хочу полететь на самолете, и я покупаю билет за два месяца, то у меня одна цена. А если я хочу полететь на самолете и покупаю билет за один день до вылета, то совершенно другая цена. И все зависит от меня самого, от моей организованности, от моих обстоятельств. И если я хочу полететь по более низкой цене, то я должен быть достаточно организованным, чтобы удосужиться и запланировать свою поездку заблаговременно. И возвращаясь к IPO, эта книга заказов была переподписана в 3,5 раза, заказов на эти акции. И составила порядка миллиарда 150 миллионов долларов США. Размещено было 370 миллионов, акции на сумму 370 миллионов, желающих было на миллиард 170. Еще Национальный банк приобрел. Не Национальный банк, а ЕНПФ. Ну, Национальный банк как управляющий ЕНПФ приобрел. Возможно, да. ЕНПФ, да, приобрел на порядка... 29 миллиардов. Да, 55 миллионов долларов США, порядка 6%. Европейский банк реконструкции и развития приобрел на 42 миллиона долларов США акций. Но из миллиарда 150 миллионов спроса, важно отметить, 483 миллиона — это был спрос со стороны казахстанских инвесторов. Розничных. И розничных, и институциональных. Розничных инвесторов порядка 230 миллионов. Это прорыв. Это говорит о том, о чем это говорит. Это говорит, в первую очередь, о том, что Эрестана — это очень классный, высоколиквидный, интересный актив с огромным потенциалом роста. И, с другой стороны, это говорит о росте зрелости нашего фондового рынка. То есть порядка 45% от спроса, всего спроса на данный финансовый инструмент, на данные акции составил локальный спрос. Но при аллокации, то есть при удовлетворении из 370, 58% мы продали казахстанским инвесторам, розничным и институциональным, и 42% иностранным инвесторам. 155 миллионов — это иностранцам ушло, а на 215 миллионов акций ушли казахстанским инвесторам. Из них порядка 108 миллионов — это розничные инвестора. Как вы оцениваете, тогда вот сравним, СПО КИГОК было в прошлом году, как вы оцениваете это СПО? Это было Аэросната, IPO. Да, да, СПО КИГОК. У КИГОКа, да, было СПО. Если сравнивать яблоки с яблоками, это чуть разные вещи. Да, и сферы другие, и цели, и задачи. Сделка совершенно другая. Но СПО КИГОК — это тоже было очень успешное мероприятие, потому что до этого торговалось 10% на рынке, на фондовом рынке. Из этих 10%, порядка 7-8%, это были инвестора Bainhold. То есть инвестора, которые сидят и ничего не делают. То есть ликвидными было порядка 2-3%. Очень низкая ликвидность была. То есть объем торгов был минимальнейшим. То есть бумага была квази-публичной. Мы продали дополнительный объем акций на рынке, и объем акций в свободном обращении составил 15%. То есть он был 10%, составил 15%. То есть де-факто мы увеличили примерно на 7% за счет выпуска новых акций. Ликвидность после СПО возросла в 20 раз. То есть бумага по-настоящему стала инструментом на фондовом рынке для инвестирования. Это инструмент для долгосрочных инвесторов, которые верят в то, что КИГОК будет регулярно выплачивать дивиденды, и он будет не хуже, а лучше, чем какой-нибудь банковский депозит. Потому что базовая ставка сегодня на одном уровне, завтра она может упасть, а дивиденды КИГОК будут только расти. Базовая ставка как раз таки снижается сейчас. До январских событий, насколько нам известно, была такая информация о том, что в руководстве Эйр-Астаны была Гульнара Ракишева, которая как бы, вы в курсе, нет? Которая, ну как говорят, что она была второй женой первого президента. Или вы не комментируете этот момент? Я считаю, что это не мое дело, личная жизнь. Нет, я не говорю про личную жизнь. По стороне граждан, но вот что касается… Вот этот аспект, ведь он же тоже является таким моментом, когда вот такая вполне рыночная, успешная компания, но в нее как бы вмешиваются политические тяжеловесы и в целом политика. Насколько? Ну я работаю в фонде с апреля прошлого года и занимался, вплотную мы занялись IPO Эйр-Астаны в июле прошлого года. И насколько я знаю, такой гражданки ни разу не слышал, по крайней мере. В Эйр-Астане работает 6 тысяч человек, но в топ-менеджменте точно ее нет. Ну сейчас нет. Вот была сделка по покупке акций Казмана и Газа за деньги нацфонда Национальным банком. Для… То есть покрытия… Я бы не хотел это комментировать. Да. Давайте перейдем вот к теме энергетической безопасности страны, инфраструктуры. В целом в стране была серия таких вот моментов, и ТЭЦ, и так далее. И все говорили о том, что в целом даже нет термина энергетическая безопасность, законодательство, насколько мне известно. И все эти проблемы копились годами, тарифы сдерживали. Да, мы скоро закончим. И как одно из решений вот в последние годы предлагает строительство АЭС. Алмасадам Садкалиев, насколько нам известно, его публичная точка зрения по этому поводу была в том, чтобы строить АЭС, что она нам необходима. Вот вы в принципе уже как-то комментировали этот момент про строительство АЭС, но вот хотелось бы еще раз утвердить, какая позиция у фонда с точки зрения строительства АЭС как основой для обеспечения энергетической безопасности страны. Ну, во-первых, данный вопрос будет решаться на общенациональном референдуме. И я считаю, что очень правильно было бы, чтобы народ, который будет голосовать на этом референдуме, понимал все риски, все сложности, связанные с реализацией данного проекта, а также все плюсы, что принесет данное строительство. И на основе полной картинки, на основе полной информации смог принять взвешенное, сбалансированное решение. Очень много в наше время надуманных фобий, ненужного хайпа. Некоторые там есть, например, антиваксеры. Я считаю, что эти люди, они опасны для общества. Радиофобы? Радиофобы, антиваксеры. То есть есть мракобесия, к сожалению, захлёстывает социальные сети. И есть люди, которые обращают на это внимание и, к сожалению, подвержены данным точкам зрения. Поэтому мое мнение, что самое главное, я думаю, соответствующая кампания будет проведена, чтобы народ Казахстана, с одной стороны, понимал все риски, все сложности, которые будут сопряжены с реализацией данного проекта и понимал все плюсы и все выгоды, которые данный проект принесет в случае реализации и сделал взвешенный, сбалансированный выбор. Тогда я переначиваю вопрос. Как вы считаете, какие есть еще альтернативы для обеспечения энергетической безопасности помимо АЭС в Казахстане? Например, увеличить мощности ТЭЦ, либо строительство дополнительных ТЭЦ, ветро, генераторы? Такой большой вопрос. Тогда проще. Как обеспечить энергетическую безопасность без АЭС? Мы, как Самрук Казана, у нас большой пул проектов направлен на увеличение генерационных мощностей. Наша стопроцентная дочерняя компания Самрук Энерго реализует следующие проекты. Мы сейчас переводим на газ в Алма-Ате ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 и, соответственно, увеличиваем мощности. В 1926 году эти объекты будут полностью переведены на газ. Это усилит энергетическую безопасность города, с одной стороны, и, самое главное, поправит экологию. Также, как вы знаете, мы объявили о том, что Самрук Энерго будет реализовывать строительство ТЭЦ в Кокшетау, Усть-Каменогорске и в Семее. Также Самрук Энерго будет уже реализовывать строительство третьего-четвертого блока на ГРЭС-2. Также мы ведем соответствующую работу по строительству ГРЭС-3. Более того, по альтернативной зеленой энергетике у нас в пайплайне порядка 6 гигаватт ветра. 1 гигаватт это с TotalRN, 1 гигаватт с Маздар, 1 гигаватт с Аквапауэр Саудовской Аравии, 1 гигаватт с China Power Investment Holding и порядка 800 мегаватт с PowerChina. То есть мы проводим огромную работу для того, чтобы в ближайшие 3-5 лет наши генерационные мощности пришли в баланс. К точке равновесия с потребностями нашей экономики. Наша экономика, слава богу, растет опережающими темпами, поэтому мы также должны опережающими темпами наращивать наши генерационные мощности. С одной стороны, у нас есть задача к 2060 году достигнуть углеродной нейтральности. Вот эти 5 проектов, которые я перечислил в части ветрогенерации. Это еще обязательства по Парижской конвенции, если не ошибаюсь, да? Да, да, так точно. Но с другой стороны, мы должны понимать, что наша базовая генерация – это угольная генерация. Она самая надежная, с одной стороны. У нас порядка запасов угля более чем на 300 лет, и это самая конкурентно способная генерация. В этой отрасли трудятся сотни тысяч людей. И здесь мы должны в первую очередь руководствоваться нашими национальными, корпоративными интересами с учетом интересов наших людей. И у нас должен быть взвешенный подход. Понятно, мы не отойдем от цели достижения углеродной нейтральности к 2060 году, но к этой цели мы будем идти планомерно, взвешенно, с учетом наших особенностей, с учетом того, что наша базовая и самая надежная генерация является угольной генерацией в моменте. С учетом территории страны, климатических условий, возможных социальной напряженности, сотни тысяч человек. Расскажите, пожалуйста, о работе Казатомпрома. Насколько известно, она сейчас, компания успешно поставляет топливо в Китай. Хотелось бы подробнее узнать, как компания к этому пришла, сколько лет работала над этим. Мы являемся номер один компанией по производству урана в мире. Я уверен, что у нас в Казатомпроме лучшая компетенция в мире по добыче урана путем подземного кислотного выщелачивания. Нас природа наградила хорошими геологическими условиями, поэтому все производители урана в мире стремятся зайти в Казахстан, на казахский рынок, так как наша производственная себестоимость самая низкая. Это гораздо проще, чем добывать нефть, например. Это намного проще, чем добывать, например, уран в Канаде, где они там копают чуть ли не метро для того, чтобы дойти до урана. Поэтому Казатомпром работает со всеми крупными мирового уровня компаниями, которые занимаются добычей урана, такими как Камика, такими как Урано из Франции, это бывшая Орева, Камика — это Канада, Росатом из России, и с двумя китайскими гигантами в атомной отрасли. Это CNNC, China National Nuclear Company, и CJN. Обе данные компании являются вертикально интегрированными в топливно-ядерном цикле, то есть у них есть своя добыча урана, у них есть своя конверсия, у них есть свое обогащение, у них есть производство своих таблеток, и у них есть свои атомные станции, которые они строят. По собственным чертежам у них есть свои реактора. Я считаю, что работа с такими партнерами, она нам только на пользу, потому что мы взаимообогащаем друг друга. Более того, с недавнего времени мы поставляем топливно-выделяющие сборки в Китае. То есть у нас на Ульбинском металлургическом заводе мы открыли производство топливно-выделяющих сборок по технологии «Форматом», и эти сборки мы отправляем в Китай. То есть это элемент атомного реактора. В этих сборках урановые таблетки, которые загружаются в атомный реактор, идет реакция, выделяется атомная энергия. Это высокотехнологичное, высокоточное производство. И в сентябре месяце прошлого года мне почувствовалось быть в городе Янзе на АЭС в момент загрузки наших ТВС в шестой реактор АЭС города Янзе. То есть на сегодняшний день уже более 70% ядерного топлива шестого реактора в городе Янзе – это топливно-выделяющие сборки, которые были собраны на Ульбинском металлургическом заводе на УМЗ в Усть-Каменогорске, который принадлежит к Казатомпрому. Уникальный товар, продукт. Абсолютно. Вот тогда вопрос, вы говорили о том, что мы на первом месте в мире по производству урана. Не можем ли мы потерять вот эту пальму первенства после продажи Буденовского месторождения в России? По закону действующему, любые залежи, любые рудники, которые производят уран, 51% в них должен принадлежать на Казатомпром. То есть мы минимум 51% имеем в любых добычных предприятиях по производству, по добыче урана. То есть в том числе Буденовское? А сколько было продано, потому что эта сделка всегда вызывает интерес, что в крупнейшее такое месторождение и так далее? Или это было не при вас или как? Да, это было до меня. Я не припоминаю детали сделки, к сожалению. Большое спасибо вам за ваши ответы. Удачи и успехов в работе. Спасибо большое. Я еще раз хотел поблагодарить вас за то, что вы пригласили меня в свою авторскую программу, уделили нам время и вам также больших успехов. Мы с интересом наблюдаем за всеми выпусками вашей программы и думаем, что ваша аудитория будет перерастать от выпуска к выпуску в геометрической прогрессии. Как активы фонда. Дай бог. Надеется. Все. Спасибо вам большое.